Добрый день! С вами Удовина Наташа, художник компании Таир. Сегодня хочу поделиться процессом создания картины в технике микс-медиа. Помимо живописи, буду использовать не разные приемы и материалы, такие как декупаж, имитация кракелюра, рельефная паста и контуры. Окрашу я фон в устрично-бежевый цвет. После высыхания краски местами наношу кракелюрный лак там, где хочу впоследствии увидеть трещины. Даю клею просохнуть до состояния чуть липкого на ощупь. Сверху наношу другой цвет, я использую слоновую кость. В такой технике кракелюра наносить верхний слой краски нужно одним плотным мазком. Если попытаться провести по одному месту кисточкой несколько раз, то краска начнет некрасиво скатываться. Поэтому можно либо наносить аккуратные мазки стык в стык друг с другом, либо делать как я, мазки располагать хаотично и стараться, чтобы они не пересекались и не накладывались. Я выбрала второй способ, потому что хочу больше нетнородности заднего фона на этом натюрморте. С помощью натурального убора добавляю на стену тени от картины и от гипсового бюста. Некоторые элементы, блюдцы, корешки книг хочу сделать объемными. Для этого можно использовать либо гибкую акриловую пасту, либо акриловые краски для пастозной живописи. Например, линейку Акриларт. Создавать рельеф можно любым удобным инструментом. Мастихином, кистями или специальными стыками, да и просто подручными инструментами. Зубочистками, расческой, фактурными губками. Пока рельефные элементы высыхают, выполняю докупаж. Я решила добавить в рамку на стене карандашный эскиз работы Шишкина. Распечатала изображение на обычном лазерном принтере и вырезала под размер рамки. Промазываю место под наклеем недокупажным клеем лаком. Можно также использовать клей ПВА. Изображение кладу лицом вниз на канцелярский файл. Смачиваю водой, разглаживаю кистью. Приклеиваю картинку, разглаживаю салфеткой через файл. Затем снимаю его и сверху тоже промазываю клеем. Можно ускорить высыхание клея обычным феном. Затем хочу добавить рельефные элементы на раму. Приклеиваю выбранный трафарет бумажным скотчем. И мастихином наношу рельефный гель или пасту, что есть под рукой. Торцы книг также украшаю. Приклеиваю разные докупажные вырезки из карты салфеток. Современное искусство прекрасно тем, что в нем можно совмещать материалы и техники из разных областей. Это дает художнику больше выразительных средств. Дальше можно поработать с эффектами. Припылить эти обложки, используя белую сухую кисть. А темными красками дорисовать тени. Одна из книг развернута так, что видны страницы. Я тоже хочу выделить их с помощью рельефа. Можно взять рельефный гель или пасту. А потом подкрасить их. Или сразу, как я, взять густую краску. Фактуру страниц я делаю с помощью зубочистки. Беру контурную пасту и добавляю золотых объемных деталей. Также можно выдавить капельку золота на палитру и использовать в качестве краски. Тонирую эскиз деревом по краям. Добавляю тени от рамы. Использую разные оттенки охры и натуральную умру. Затем беру более красные оттенки. Марс, охру и краплак. Окрашиваю раму и чемодан, на котором стоит композиция с книгами и бюстом. Золотом, которое я выдавила из контурной пасты, подкрашиваю рельефные детали на раме. Также сухой кистью с золотом прохожусь по чемодану. Под крышкой углубляю тень. Используя густую пастозную краску акрил арт, создаю мастихином луковые перья. Кистью прописываю сами луковицы. Затем я рисую классический гипсовый бюст. При желании этот элемент также можно создать с помощью декупажа. При желании этот элемент также можно создать с помощью декупажа. Прорисовываю замочки на чемодане. После высыхания краски закрываю всю картину шелачным лаком, чтобы слегка тонировать ее. Чаще всего я рисую в классических техниках. Но мне понравился процесс работы над этой картиной и результат. Думаю, что в дальнейшем я продолжу экспериментировать и совмещать разные материалы и техники в одной работе. Поделитесь, как вы относитесь к таким акс-медийным техникам в искусстве? Творите с удовольствием и до новых встреч!